В Махачкале состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию со дня рождения ученого-педагога Курбан-Магомеда Курбан-Магомедова. Все проходило два дня. За это время представители научного сообщества Дагестана и ведущих вузов страны продемонстрировали свои достижения в наиболее значимых не только для нашей республики, но и для страны в целом областях науки. Подробности в материале Байгинату Стархановой. Региональный нефтегазовый колледж был основан в 2021 году. Сегодня это кузница инженерных кадров для нефтегазовой отрасли республики. Здесь обучается более 200 человек. Именно такую цель ставил перед собой Курбан-Магомед Курбан-Магомедов, его основатель и в последующем научный руководитель. О том, что удалось воплотить в жизнь, обсуждали на профильной конференции. Мы на базе колледжа совместно с торгово-промышленной палатой и преподдержкой Министерства образования решили провести сегодня такую вот международную научно-практическую конференцию, посвященную 70-летию Курбана Дмагомедовича. Конференция состоит из четырех направлений. Это педагогические науки, технические науки, информационные технологии и гуманитарные направления. Курбан-Магомед Дмагомедович в своей научно-педагогической деятельности внес большой вклад в подготовку кадров по инженерно-техническим направлениям. Он, в принципе, с самого начала своей трудовой деятельности работал именно в этой сфере. Учитывая с 2022 года по 2031 годы в Российской Федерации отмечается десятилетие науки и технологий, мы со своей стороны, также Министерство образования и науки Республики Дагестан, запланировали ряд мероприятий, в том числе ряд научно-практических конференций. И сегодняшняя конференция как раз будет также приурочена и в том числе и в рамках десятилетия науки и технологий. Открывает конференцию пленарное заседание. Здесь коллеги, педагоги, с которыми Курбан-Магомедов проработал бок о бок много лет. Они говорили о его наследии, на счету которого более 120 научных работ, изданных в том числе и за рубежом. Педагог, инженер, ученый. Он большую часть жизни посвятил образовательной деятельности и науке. Это был светлый человек, мудрый человек. И нам на сегодняшний день его очень сильно не хватает. Человек оставил после себя храм науки, храм образования. Те знания, тот опыт Курбана-Магомеда Дин Магомедовича, который он передавал молодым и своим коллегам, он весьма был важен и весьма существенно для нашей республики. Второй день конференции прошел в форме секционных заседаний на базе колледжа с подключением онлайн-видеоконференции участников из других регионов России, а также представителей Республики Белоруссии и Азербайджана. Участники выступили с докладами об исследованиях в области педагогических, технических и гуманитарных наук. Как отметили организаторы, увидев большой интерес и отклик со стороны участников, планируют сделать ее проведение ежегодным. Байгина Тустарханова, Ибрагим Магомедов, Джабраил Рабаданов, Юсуп Казиамаров. Время новостей.